Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский, здравствуйте. Очередные поединки экстра лиги чемпионата Беларуси по хоккею пройдут завтра. На льду сойдутся Могилев и Лида, Динамо Молодечна и Металлурка, также Шахтер и Гомель. Также хорошая новость пришла из хоккейного клуба Гомель. Воспитанник этого клуба Никита Стасенко в составе юношеской сборной стал победителем международного турнира по хоккею 2019 «Амбассадор Кап Хоккей Турнамент». Сборная Ю-17 побеждает на этом турнире второй год подряд. Стали известны участники женского и мужского кубка в Беларуси по волейболу. Жемчужина Полесья вступит в борьбу в четвертьфинале. 17, 18 и 20, 21 декабря Мазырянки проведут поединки с Минчанкой-2. В полуфинале к ним присоединится прошлогодний победитель Минчанка и команда-хозяйка этого года коммунальник МГУ. Финал четырех примет Могилев с 27 по 29 декабря. В мужском кубке «Гомельская энергия» также начнет борьбу с четвертьфинала. На этом этапе энергетики встретятся с марка ВГТУ. Первые матчи 1 и 4 назначены на 6 и 7 декабря, ответные на 13 и 14 декабря. Финал четырех пройдет в Бресте с 20 по 22 декабря. В связи с этим брестская команда «Западный Бук» автоматически попадает в полуфинал. Гомельчанин Евгений Тихонцов выиграл золото кубка Средиземноморья по тяжелой атлетике весовой категории до 96 килограммов. В двоеборье Евгений Тихонцов показал результат 361 килограмм и занял первое место. А вторым в этой весовой категории стал немец Юрген Спес, набравший в сумме 357 килограмм. Бронза у турка Ибрагима Арата – 346 килограмм. Воспитанница с дюшор Гомельского района Алина Постоловская завоевала бронзу в международных соревнованиях по дзюдоу кубок Польши 2019. Она одолела польку Констанцию Парышску за 23 секунды. 18-летняя спортсменка выступала в весовой категории до 78 килограммов среди дюдоисток в возрасте до 21 года. Призовые места оспаривали 10 претенденток из Польши, Финляндии и Беларуси. Завтра в Гомеле стартует открытый турнир по теннису «Золотая осень». Соревнования пройдут на кортах Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису. Стартует турнир в 10.00. Сразу после этого начнутся первые матчи. В них будут участвовать около 80 спортсменов. Это юноши и девушки до 12 лет. Завершится «Золотая осень» 13 октября. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».